Привет, друзья! С вами канал Жизнь Прекрасна. Сегодня я продолжу прогулку по Таврической улице. Там, где она пересекается с Кирочной улицей, стоит доходный дом ведомства учреждений императрицы Марии. Архитектор Александр Красовский. Дому номер 15, как и большинству других на этой улице, уже более 100 лет. Подойдем к дому номер 17. Еще один, бывший доходный дом архитектора Александра Хренова. Долгое время он был жилым, но в 1974 году его расселили, и после ремонта сюда въехали архитектурные мастерские Леннии проекта. Номер 19. Еще один доходный дом построен в 1911 году архитектор Сергей Попов. Я сначала подумала, какая-то хрущевка затесалась. А нет, начало 20 века. А это бывшая школа. Ее построили по проекту Давида Кричевского в 1936 году. В 2008 году, после капитального ремонта, здание передано экономическому факультету Санкт-Петербургского государственного университета. Доходный дом номер 27. Единственная работа в Санкт-Петербурге московского архитектора Петра Козик. Дом появился на Таврической улице в 1881 году. Стиль постройки – эклектика. Следующим стоит производственное здание Кокушкино, а позднее – доходный дом. Был построен в 1845 году архитектор Генрих Штегема. В 1892 году дом надстроили по проекту инженера Владимира Прусака. В 1901 году строение приобрел граф Лев Львович Толстой, сын писателя Льва Николаевича Толстого. В 1938 году, почти перед самым началом войны, был построен сдвоенный дом номера 3133 для начальствующего состана военно-морского флота. Архитектор Давид Бурышкин – стиль сталинский неоклассицизм. Специалисты были удивлены. Настоящий мастер, архитектор Бурышкин, склонный к упрощенным и суровым классическим формам, здесь обнаружил завидное чувство юмора. Ренессансные пилястры с арабесками превращены им в гимн Красной Армии и военного флота. Солдаты в рост и матросы в профиль. В медальонах вместо философов или ученых парни с винтовками и в бескозырках. Но вот это здание вызвало противоречивые чувства, и восхитило, и ужаснуло. И первая мысль – как можно было довести до такого ужасного состояния эту красоту. Дом номер 35 построен в 1905 году по проекту архитектора Михаила Кондратьева. Стиль эклектика. Дом знаменит не своими владельцами, а башней поэта-символиста Вячеслава Иванова. Здесь бывали лучшие литературные деятели Серебряного века. И это место навсегда вошло в историю, как центр символизма Санкт-Петербурга того времени. В этой башне в 1906 году свои стихи читал Александр Блок. Творческие вечера посещали Николай Гумилев, Анна Ахматова, Фёдор Сологуб и многие другие. В советское время в здании существовала художественная школа Званцевой, а также Таврическое художественное училище, на основе которого впоследствии было создано училище имени Серова. Несколько слов об архитектуре здания. Круглая башня соединяет два корпуса доходного дома. Фасады богато украшены скульптурным декором, коваными ажурными решетками балкона, горельефами и эркерами. Окна в зависимости от этажа имеют разную форму. Модерн угадывается во внутреннем убранстве. Витража, печа, лестницы из мрамора с резными перилами в парадной. Сегодня это жилой дом с административным помещением и детским садом на первом этаже. Еще недавно здесь проводили экскурсии. Сейчас их нет. Следующий, 37-й дом, кардинально отличается от соседа по стилю. Доходный дом Обальянинова построен в 1908 году по проекту инженера-архитектора Алексея Бубыря в стиле модерн. Это была первая самостоятельная работа архитектора. Два нижних этажа отделаны гранитом. Третий, четвертый и пятый облицованы светлой плиткой. Верхние от штукатурены. Угол здания скошен. Один из парадных входов оформлен порталом с гранитными полуколоннами. Над ними балкон. Какое-то время в квартире номер 14 этого дома проживал Лев Троцкий. Современное здание Центрального государственного архива кинофотодокументов Санкт-Петербурга построено на месте снесенного в 1984 году двухэтажного каменного дома. Дом номер 39, как и соседние два, принадлежал дворянину Абальянинову и его потомкам. Год постройки 1860-й. Стиль эклектика. Архитектор Валлерд. Основные мотивы здания – сандрики над окнами второго этажа, фронтон и карниз. Сегодня в этом доме работает ресторан. В противоположной стороне улицы начинается территория Таврического дворца. В 1907 году во внутреннем дворе усадьбы по проекту архитектора Александра фон Гогена был построен министерский павильон, небольшое здание, соединенное крытой застекленной галереей за зданием дворца. В первые дни февральской революции 1917 года павильон стал местом предварительного заключения для царских министров, генералов и прочих слуг старого режима. Посетить Таврический дворец в настоящее время возможно только во время экскурсии. Возвращаемся на нечетную сторону. Еще одно современное здание. Его занимает Центральный архив историко-политических документов и кинофот документов. Здесь собрана фотолетопись по истории города с конца XIX века. Перед зданием на площадке памятник выдающемуся военачальнику времен Первой мировой войны генералу Алексею Брусилову. Современный жилой комплекс на 41-м участке построен на месте трехэтажного столетнего дома. А вам не кажется, что он совершенно не вписывается в стиль Таврической улицы? Напротив него комплекс главной станции Санкт-Петербургских городских водопроводов. На территории комплекса несколько зданий, построенных в кирпичном стиле во второй половине XIX века. Все они построены в саду, который от улицы отделен оградой. Там же уже много лет работает очень интересный музей воды. На 43-м участке сохранился доходный дом Френкеля, построенный в 1906 году по проектору архитектора Дмитрия Крыжановского. Стиль постройки модерн с использованием приемов наиболее прогрессивного направления того времени – северного модерна. Первый этаж облицован рваным гранитом. В фасаде использована цветная майолика. Выделяет дом высокий щепец со ступенчатым завершением, наиболее характерный для жилых домов в северной части Средневековой Европы. И, наконец, крайний дом на Таврической улице. Правильнее сказать, два дома под номером 45. Архитектор Владимир Упачев в 1913-14 годах построил дом-обществу для улучшения в Петрограде помещений рабочего и нуждающегося населения. Ох и название! Фасады и внутренняя отделка решены в стиле неоклассицизма, облицованы белым поливным кирпичом, то есть кабанчиком. Дом из-за начала Первой мировой войны не завершен и, несомненно, должен был иметь курдонер на Таврическую улицу. Второй, сорок пятый дом, корпус Б, практически брат-близнец. Сегодня он на реставрации. Завершить свою прогулку мы решили в оранжерее Таврического сада. Самая первая оранжерея пришла в аварийное состояние и была разобрана. Вместо нее в 1935 году была установлена другая, привезенное из садоводства в Царском селе. В оранжерее можно отдохнуть от городской суеты и неустойчивой северной погоды, провести свидание с любимой или организовать фотосессию. Вот и мы застали свадебную видеосъемку среди тропической зелени. Можно посетить выставки, концерты, мастер-классы, творческие вечера, выпить чашечку кофе и купить букет цветов. Известность оранжерея принесло кино. В ней снимали эпизоды более 25 картин. Наиболее нам известны приключения Шерлока Помса и доктора Ватсона, господин оформитель и мушкетеры 20 лет спустя. На этом я прощаюсь с вами. Спасибо, что досмотрели видео. Надеюсь, вам было интересно узнать немного новой информации о еще одной улице прекрасного Санкт-Петербурга. Возвращайтесь на наш канал Жизнь Прекрасная. Мы будем вас ждать. Санкт-Петербурга